Симферополь Добрый вечер Николай Николаевич, вы достаточно много лет были заместителем градоначальника, первым заместителем, тогда еще председателя Симферопольского горосполкома, это 70-е, 80-е годы, хорошо помните руководителей города советского периода, все-таки вот кого бы из мэров может быть вы выделили, 70-е, 80-е? Ну что я должен сказать? Я должен сказать, что начать с того, что кадры, конечно, решают все. Это слова, если память мне не изменяет, Иосифа Виссарионовича Сталина. И это действительно так, от кадров зависит, как говорится, все. Значит, в советское время, о котором мы сегодня будем говорить, значит, работа с кадрами была поставлена на высочайший уровень. Во всех структурных подразделениях партийных, советских, профсоюзных, комсомольских были составлены резервы кадров, которые утверждались, если, допустим, исполкомы городского совета, они утверждались на исполкоме, а потом на сессии. То есть люди уже знали, что будет его в дальнейшем, какова его судьба, что его ждет. То есть и он сам знал, стремился к этому. А как понять, знал? То есть человек знал, что через год, или два, или три он будет мэром? Да, 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 когда возник этот вопрос, его на это должность. Он уже, естественно, сам готовился к этому. Ну, к нему и переглядывались высшие органы, как он, что он. То есть все это было наглядно, все это было видно, все заранее это знали. Поэтому никакого там голода кадрового абсолютно не было. Как сегодня, как сегодня голод, ну, не на любой должность. Какими качествами должен был обладать такой кандидат? Наверное, образование, да? Конечно, ну, конечно. Образование какое? Техническое, строительное? Только высшее, только высшее. Ну, высшее, понятно, но направление, это может быть... Ну, по-разному. Там же, допустим, у нас в исполкоме было три зама. Ну, мэр, я и строитель. Я, естественно, который занимался строительством. То есть каждый зам был по направлению, да? Конечно. Ну, сегодня, в принципе, то же самое. Практически то же самое. И следующий мэр был врач. Ну, у него больницы, вот это... Социальная сфера там. Да, сам Самокешев был на этой должности. Поэтому, конечно, образование даже не только образование, смотрело все. Допустим, ну, коротко, если я себе... Когда утверждали меня секретарем даже райкома партии, или впервые, так в Центральном комитете три дня меня водили по всем кабинетам. Не то, что ты знаешь экономику, и должен знать. Спрашивали, что ты читаешь? Когда ты хотел в театры? То есть все сторонние... То есть эта личность должна была быть разносторонней? Абсолютно. Абсолютно. Ты должен обладать всем. Все должен знать. Уже не говоря о той специфике, которой предстоит тебе руководить. Поэтому было, как говорится, сито было капитально. И, конечно, ошибок практически не было. Были, конечно, отдельные ошибки. Не все, как говорится, без этого. Ну вот если говорить конкретно, 70-е и 90-е годы, это 20 лет. Я пришел. Когда у меня в 65-м году, после окончания Московского инженера строительного института, скоро, через месяц, утвердили инструктором Киевского райкома партии, мне, конечно, пришлось сразу, ну, пришлось, как говорится, вращаться в кругу ответственных работников, там, Горкома, Райкома, Горкома. То есть я уже крутился и людей, конечно, я встречался со всем руководством, и можно было о каждом что-то сказать. Я немножко застал, был очень крепкий Лозовой Михаил Афанасьевич. Это крепчайший руководитель. Был это настоящий хозяин Симферополя. Это 1963-1973, он достаточно долго руководил. Да, 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 здорово. И насколько мне, конечно, мало пришлось с ним работать, он был утвержден, и забрали его в Киев управляющим Национальным банком Украины. Это после того, когда он отработал мэром. Прямо с мэра его и туда. После Лозовова назначили, избрали мэром Мысова. Это он был предварительно мэром, непредварительно до этого мэром Евпатории. В Симферополе он был 1974 год. Да, да, да. Ну, у него ничего не получилось. Вот опять же, как не получилось? Вы говорите, так их готовили, так их учили, проверяли. Он как-то не следил за городом, город стал падать, 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 если там было нормально. А знаете как, запустить город или запустить любую работу абсолютно нетрудно. Ну, просто в советское время, раз уж такой отбор был. Ну, вот, да, объем был колоссальный, но он не успевал и не справлялся. И поэтому 12 февраля 1974 года, после разгромной статьи о городе в центральной прессе, а тогда отношения были в центральной прессе, ой, какой, не дай бог, если статья о тебе или о городе, или о предприятии, или о чем-то, это была катастрофа. Поэтому все руководство было города снято, в том числе и мысов, и был на должность мэра, был избран 12, еще раз подчеркиваю, февраля 1974 года, Максимов Владимир Михайлович. Это та команда, в которой работали вы? Да, в которой я, да. Нас вместе его председателем, а меня первым заместителем. Ну, что сказать о нем? Это был опытнейший. Во-первых, он прошел большую комсомольскую школу. От ноля, как говорят, до единицы. Он был первым секретарем обкома комсомола. После этого он обладал работой и советской. Он был председателем Киевского райисполкома несколько времени. Это человек очень опытный. То есть, руководитель района становится руководителем города. В советское время это было нормально. Совершенно верно. Совершенно верно. Там было абсолютно движение. Еще раз, может, не скромно, а я скажу, я сначала инструктор. Потом Киевского, железнодорожного заведующего аркадилом. Секретарь рекома партии. И пошел, и пошел, и пошел. Там шла, за тобой следили. И абсолютно, как говорится, ты двигался. Если ты достоин, то двигался постоянно вперед. Это любой человек. Поэтому в те годы, вот в это правление город, да, перед нами была руководством области. Поставлена задача превратить город Симферополь в настоящий город. И то есть, чтобы им могли гореться. И действительно, работа закипела по всему фронту. Мы можем, надо было определить, как говорится, главную цепь, за которую надо вытянуть, чтобы все задачи решить. Конечно, это Салгир, я уже не раз говорил. Мы занялись Салгиром полностью, включили все это дело. И работа, как говорится, закипела. Если раньше люди относились просто так, как-то, а потом, когда стало немножко появляться, стало что-то получаться, уже к 1982 году информация о городе уже гремела не только во всем Советском Союзе, но уже и за рубежом. Я тоже рассказывал как-то, что дальше. Если так удачно все складывалось, почему именно в 1982 году, я так понимаю, Максимов ушел, да? Ну, его передвинули на другую работу. Он ушел на работу в Суббин. Это было повышение для него? Да, конечно, если это был Совет Министров. И поэтому не только там, Салгир там был. В это время строили, в городе был полностью решен вопрос детских садов. Николай Николаевич, вот чем отличаются руководители города того периода, вот советского, 70-е, 80-е, от нынешних руководителей? Чем отличается их работа? Может быть, сегодня сложнее действительно? Может быть, легче? Вот конкуренция. Была ли тогда очень сильная конкуренция? Или сегодня она больше? На ваш взгляд. На мой взгляд, я приведу слова великого президента Америки Рузвельта, который сказал в годы Великой депрессии, что ты не думай, что ты ждешь от Америки, что она тебе даст, а ты думай о том, что ты сделал для Америки. Вы помните, разница в том, сегодня, конечно, если честно, больше думать, что для себя сделать, а не для города. А тогда прямо все для города? Абсолютно все. Понятия не было такое. Ну, вы же помните даже песни «Раньше думай о родине, а потом о себе». И так было? Или это была песня-песня? Это абсолютно. Абсолютно это так. Мы ни о чем не думали, кроме, как сделать лучше город, как что лучше сделать для страны. Об этом двигались. О себе понятия не было. Но все равно человек был здоровый, кореизм, он хотел стать руководителем, мэром. То есть, была эта конкуренция? Друг друга отталкивали? Нет. Такого не было. Такого не было. Было, я говорю, что если куда-то, в основном было движение кадров, оно двигалось вверх, и абсолютно было такого, что там, что-то кого-то травить или как-то, что-то, что-то, какая-то критика друг друга. Абсолютно этого не было. А было такое, что вот снимали с должности, как не справившегося, к примеру. Ну, вот, к примеру, и сказал Митцово, его сразу сняли с должности, как не справившегосяся. Он не справился. Город он запустил за короткий промежуток времени, но город упал, я говорю, до того, чтобы центральная пресса выступила с огромной статьей о Симферополе. А здесь уже к 82-му году, к 82-му, о городе нашем, уже он настолько преобразился. Я же говорю, что было построено тогда музыкальное училище, главпочтамп, седьмая больница, детские сады, я уже говорил, что полностью беспилят, алая паруса. Каждый год возилась одна школа. Поэтому здесь была, конечно, заслуга не только там, лично там, исполкома городского совета или нас, как руководителя, огромная заслуга Эрика Константиновича Покровского. Это первый секретарь Симферопольского верховного партии. Это абсолютно энергичный, мощный человек. Он зажигал всех. Буквально мы тоже даже, я говорю, что все, все начинали работу, начинали с 7 часов и до конца. И где-то раньше, я, допустим, я раньше 11 ночи никогда не уходил. То есть мы полностью отдавались и не что-то там переживали, там, что вы туда-то, я туда. Никаких зарплатах, ни о каком, о чем-то. То есть правильно лозунг был «Думаю о родине, а потом о себе». Поэтому Покровский очень здорово решал. Он был как прораб, ходил на всех стройках. И мы тоже. С утра начинали ходить по стройкам, ходить по городу, смотреть, где, как, что, чего. Даже так, где-то на работу приходили, начинали в 9 часов, в первую часть не уходили, потому что шла с вышестоящих органов шла критика. Там-то что-то, там не так, там не так, там не так. Вот после Максимова, кто был мэром? Это 1982 год, да? Ну, был Лавриненко, но сказать такого большого, хорошего, я ничего не могу сказать. по всему городу практически руководил Покровский Эрик Константинович. Он так у него был, как говорится, в таких делах. Но я даже вот пример же переводил, если уже, когда в 1982 году приехал впервые в истории Крыма посол Великобритании с супругой и с первым секретарем посольства в Симферополь. Все, говорю, были перепуганы, почему, как, что, чего, и к кому-то и как. Он говорит, я хочу встретиться только с вице-мэром города Николаем Смирновым. Его мэра выставили из кабинета, а меня посадили в кабинет. Дважды возглавлял город Вячеслав Юров, да? Достаточно короткий был срок, там год, потом два года. Вот что можете сказать об этом руководителе? Что я говорю, скажу, я с ним очень хорошо и лично знаком. В период катастрофы на Чернобыле я был утвержден заместителем председателя комиссии по ликвидации и руководителем Симферопольского строительного отряда. Я там с ним встретился, с Юровым, и он, конечно, был на ответственном участке, он обеспечивает водой жителей Чернобыля. Он там здорово. И, по-моему, он единственный награжден правительственной наградой за Чернобыль. Так что он там поработал очень капитально. И я там с ним познакомился, поскольку мне как руководитель приходилось встречаться, ездить по всем. И его главной заслугой в городе, хотя за короткое время, это теплотранс. Да, он работал в то время управляющий трестом гидроспетстрой. Вот они строили и Салгир, его управление одно. И самое главное для него была работа, это теплотрасса от ГРС имени Ленина до Русского театра. То есть центр города, да? Да, это все, это председатель колоссальная работа от ГРС, тянуть это капитальный. И она сегодня существует. И если бы не было, и не было бы никакого тепла. Ну, сегодня у нас глобальная стройка, это коллектор будет тоже, стройка века, да? Да, да, когда-то начинали его. Но это коллектор и тоже нужен. Но то было важнее тепло. Город же страдал, замерзал. И поэтому я с Юровым каждые недели проводил планерку. Ну, я как первый заместитель председателя городсполкома, он как управляющий трестом и всем... А вот период его мэрства. А, да. Вот это в его мэр. А, когда он стал мэром... Конечно. Да, вот эта работа теплострадства уже продолжалась. Продолжалась строиться. И ее довели до Русского театра. Ну, знаете, вот в этом году уже по Толстого ее заменяли. Видите, сколько она? 30 лет просуществовала. Помните? Ее заменяли, эту трассу. Вот столько... Поэтому Юров очень такой... Он строитель. Он прошел, как говорится, строительный институт, закончил, по-моему, Криворожский. Он строитель, и строительство, он хорошо понимал, и строительство в городе шло. Но уже не в тех, как говорится, темпов, как это было в двухсотлетии. Вы же в двухсотлетии скажите, город был за все эти заслуги. За все заслуги город в 82-м уже году занял первое место в социалистическом соревновании Советского Союза по благоустройству озеленения среди городов всего Советского Союза. А отдельно по озеленению второе место после Киева. И ее первое место мы занимали подряд в 82-м, 83-м, 84-м по Союзу. И город в двухсотлетии был же награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Это было таких мало городов. Вот впервые стал мэром Валерий Федорович Ермак еще в советское время, 90-й год. Я его почти не так, почти не застал. Да, нет, я его знал, лично знал. Значит, он, я как его знал? Когда строили мы Салгир, я же уже говорил, 10 лет в Салгире, и во все железные тонные конструкции, Ермак в то время был директором строительного тресла УКР вот железобетон. Это на Грессе. То есть у него был уже достаточно богатый опыт работы, да? Да, и вот все эти строительные конструкции шли оттуда. Я с ним был знаком, и поэтому мне приходилось каждый день с ним встречаться. И, конечно, в его назначение принимал, и я его тоже рекомендовал после себя, когда по состоянию здоровья мне категорически запретили работать. Ну, вы знаете, что я после Чернополя нахватался всего, и у меня была рака желудка открытой. У меня была операция сложнейшая, никто не думал, что я буду еще продолжать жить. Поэтому... Вот мы сейчас коснулись имен людей, многие уже там, может, и забыты, симферопольцы их не помнят. Вот кого бы вы выделили среди вот этих руководителей города, которых вы лично помните, вы лично их знаете, со многими лично работали? Ну, конечно, Эрика Константиновича Покровского. Ну, это республиканский уровень. Как он городал? Он же первый секретарь городского комитета партии. То есть городского комитета? Конечно, он в 1971-го по 1984-й год он был первый секретарь горкома партии Симферополя. Это с богатейшим опытом. Он тоже бывший первый секретарь обкома комсомола. Он был секретарем райком партии Балаклавы, Алушты. И к нам уже пришел с богатейшим опытом. Он весь горел. Еще кого бы выделили? Ну, так все эти годы он практически и был. Ну, и мэр Максимов. Мы вместе с Максимом до 1982-го года. А так заместители были тоже на месте. Был заместитель по строительству Дубровин Борис Петрович, которых, к сожалению, нет. И здравоохранением, образованием, самокеша был опытнейший. То есть, у нас команда была, как говорится. вот эти 20 лет, о которых мы говорим, часто сменялись руководители структурных подразделений и так далее. То есть, насколько сегодня, вот сейчас мы видим, чиновники очень быстро меняются. Вот как было тогда? Я честно скажу, я не помню, что такой смены не было у нас. Ну, работали десятками лет. И команда... А как удавалось, что люди оказывались на своем месте? Их просто подбирали мы. Мы подбирали людей. Подбирали. С ним работали. С ним... Я вот... Ну, опять, может, неудобно, но о своем опыте скажу подборок кадров. Когда я был инструктором Киевской Верховной партии, я запросил все организации дать своих людей до 30 лет, которые имеют среднее... То есть, высшее и неоконченное высшее образование. Все списки эти собрали. Разделили мы их строители, транспортники, культура, физкультура, торговля. И с этими, со всеми людьми беседовали секретарей, там, райкомов, заместители председателя. Выбирали с ним. И список это сужался, сужался где-то до... И прямо там не было родственников, чьих-то чиновников. это... Вот вы напомнили эту больную тему. Никакого понятия о родственниках. Даже это категорически запрещалось, если там что-то получалось, муж работает, и жену, боже упаси, чтобы она была даже не рядом с ним, а ниже, но была в подчинении. Не хочу... Есть у меня прекрасные примеры, которые привезли, когда муж двигается, жена только займет место, только там наведет порядок. Мужа двинули, она под его руководством, его сразу убирали. Ни комовства, ничего не было, только личные засуги. Ну, к сожалению, наша программа подошла к концу, будем надеяться, что и у нас все изменится в лучшую сторону. Я думаю, что пора же уже, уже пора, как говорится, то есть, ну, вот этот, преодолеть, можно сказать, голод. Ведь вот это не случайно, посмотрите, Владимир Путин, он взялся за кадры. Чего? Главное задание. Кадры. Вы видите, он все там создал, там как институты, такие, это готовят, отбирают по всему Советскому Союзу, сортируют. Вы видите, идет полнейшее омоложение, полнейшее утверждение. Думаю, что у нас разберемся здесь. Сергей Валерьевич, я думаю, тоже наведет порядок. Конечно, я думаю, что он устал уже менять людей, потому что нет кадров настоящих. На этой ноте, думаю, завершим нашу сегодняшнюю программу. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» был Николай Смирнов, почетный гражданин города Симферополя и почетный гражданин города Кички-Мета Венгерской Республики. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. С наступающими праздниками. Любите наш город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин